Всем привет! Буквально 10 минут назад я открывала ключом входную дверь и почувствовала какой-то незнакомый мне импульс вдохновения. Я поняла, что мне срочно хочется записать разговорное видео. Дисклеймер! Я не литературовед, я не учусь на филологии, я по образованию лингвист. Я просто люблю читать, люблю литературу, не претендую на истину последней инстанции. И если у вас другое мнение или другой взгляд на эту историю, на этого персонажа, я буду рада почитать какие-то ваши высказывания в комментариях. Недавно я запостила такое мини-эссе себе в телеграм-канал, где я рассуждаю о книге Донны Тартт «Тайная история». Сама я большой поклонник разговорных видео. Мне нравится ставить их на фон, просто слушать, как подкасты. The girls and boys remember that you should stay hydrated, hydrated. Собственно, вот об этой книге сегодня пойдет речь. Это Донна Тартт «Тайная история». Я не знаю, насколько регулярной будет эта рубрика на моем канале, но мне просто захотелось поболтать, высказать какое-то свое мнение по поводу одного из персонажей. Собственно, повествование в этой книге ведется от лица Ричарда, но я ключевым персонажем этой истории вижу именно Генри. Если вы не читали, предупреждаю сразу, что будут спойлеры, возможно, много спойлеров, поэтому да, предупрежден, значит, вооружен. С самых первых страниц романа мы знаем, кто убийца в этом детективе, кому принадлежал план. План — это буквально первые строчки, то, что вот мы убили, но план принадлежал Генри, и вообще тот, кто придумал и довел это до конца, это Генри, поэтому я считаю, что это ключевой персонаж в истории. Также мы можем заметить что-то отдаленно напоминающее кольцевую композицию, потому что книга начинается с упоминания Генри и заканчивается встречей Ричарда и Генри. Вопрос, над которым мне хотелось поразмышлять, звучит так. Генри — это гений или больной изгой? Он часто вел себя отчужденно, от Ричарда мы часто слышим, что он мог пропадать никому и ничего не сообщая. У меня даже сложилось впечатление, что он мог общаться с людьми только тогда, ну, когда ему это было выгодно. Как будто бы он как таковой потребности вообще не с людьми и в социуме в целом не испытывал. Однако, что меня поразило, это то, что перед своей смертью, перед своей гибелью последние слова, которые он говорит, адресованы ни Джулиану, ни Ричарду, ни, не знаю, Фрэнсису или Чарльзу, а именно Камиле, которую, как он утверждает, он любит. Хотя, судя по его поведению, это, конечно, очень спорный тезис, но факт остается фактом. Его последние слова перед смертью обращены к Камиле, и он признается ей в чувствах, целует ее и потом, собственно, жмет на курок. Глядя на его поведение в течение всей книги, мне в целом трудно поверить, что он правда ее любил, как он об этом заявляет, но раз это его последние слова, кто я такая, чтобы в этом сомневаться? С другой стороны, я задаюсь вопросом, а не очередной ли это какой-то перформанс, то есть что-то, не знаю, попытка извлечь какую-то выгоду из своих слов, не знаю. Также рассказчик заявляет нам, что Генри с самого детства мучили сильные головные боли, мигрени. Из этого можем поймать ассоциацию на такой типаж персонажей. Мальчик-гений, который с детства был слаб здоровьем и почему-то как-то связан с этим супер как-то широко хорошо эрудирован. И Генри действительно такой, то есть, да, у него есть какие-то явные проблемы с головой в плане мигрени и болей, но при этом он действительно очень хорошо эрудирован, и его нельзя не назвать умным, образованным человеком. При этом стоит добавить к слову о его каком-то физическом развитии, о его здоровье, то, что когда он хотел этого, он мог выглядеть угрожающе и как-то широко, что ли, статно. То есть, где-то ближе к концу книги Ричард упоминает, что Генри, он умел стать невидимым, чтобы его не замечали, но при этом, если ему нужно было, он мог как-то выпрямиться и поменять свой язык тела, чтобы выглядеть угрожающе. И если вспомнить, как он заламывал руки в одной из последних сцен книги, просто сошедшему с ума Чарльзу, то есть, опять же, назвать его каким-то физически слабым сложно, но что-то в этом типаже у него есть. При ответе на вопрос, гений ли Генри, или просто больной, отчужденный человек, самое очевидное, за что можно зацепиться, это его умственные способности. Я уже отмечала их до этого, это просто, это очевидно. Думаю, даже не стоит как-то тратить на это эфирное время. Теперь я бы хотела перейти к обсуждению кульминации сюжета, это убийство Банни. Генри не раз как-то откровенничал, признавался, что после того, что они сделали, он как будто бы на самом деле почувствовал другой вкус жизни, что жизнь его изменилась кардинально после того, что они сделали, как минимум, вот этот вот какой-то непонятный роман с Камиллой. Это всё началось после убийства Банни. То есть, для Генри жизнь как будто бы сама по себе, без вот этого события, была скучной. То есть, он опять же, он напоминает нам многих других каких-то, ну, признанных гениев. Например, Шерлока Холлса из сериала от BBC, что все люди для него были скучными, и жизнь сама по себе какая-то скучная. То есть, он нам напоминает вот этот какой-то, опять же, типаж людей, для которых жизнь сама по себе скучна и какая-то серая, которых в жизни может увлечь только какой-то, допустим, один вид деятельности, или в случае с Генри какое-то одно событие, какая-то одна ситуация, которая для него перевернула жизнь. И трудно сказать, что он поменял своё отношение к людям или к жизни просто как будто бы после случившегося вот это вот состояние на адреналине и на эйфории для него длится долго, что он делает какие-то, не знаю, несвойственные ему вещи, вступает в околоромантические взаимоотношения с Камиллой. Также просвеживается у Генри потребность в исключительности. Все мы знаем, что он был любимчиком их учителя Джулиана, то есть он не просто был исключительным в плане того, что входил вот в этот вот ограниченный круг филологов, но он был, грубо говоря, исключительным из исключительных, то есть он был лучшим из этого круга, он был самым преданным, самым упорным, образованным в этом классе. И также и в ситуации с убийством. Я бы сказала, что Банни просто убили, то есть совершили убийство, соучаствовали в убийстве, вот этот вот круг друзей. Но Генри, Генри, он как бы был самым главным убийцей, то есть организатором, зачинщиком, можно сказать, и тем, кто непосредственно столкнул Банни с обрыва. Мы не можем не отмечать в Генри вот это вот желание быть исключительным, быть другим, быть выше других. И некоторую даже, может быть, претензиозность. И, подводя итог, я хочу всё-таки ответить на поставленный мной вопрос, что Генри — это всё-таки гений с даром просто, не знаю, от Бога, или это больной, отчуждённый человек, изгой. И я хочу всё-таки назвать Генри гением. Не важно, в конце концов, он гений манипуляций, гений словесности, филологии, неважно. Просто я не могу не утверждать, что он гений, что он не такой, как все. Возможно, во мне говорит моя страсть к лингвистике, филологии и гуманитарным наукам, потому что, я думаю, в какой-то степени всем гуманитариям свойственно вот это желание быть исключительным, небольшая какая-то претензиозность. Но всё равно мне кажется, что Генри могли ждать какие-то великие свершения, какие-то, может быть, научные открытия в рамках словесности и филологии, если бы он смог подавить в себе вот это желание перейти грань, перейти черту. На этом всё. Спасибо, если вы досмотрели это видео до конца. Я вам очень благодарна. Буду ждать каких-то ваших, может быть, комментариев по поводу этой книги, по поводу моего тезиса, по поводу в целом моего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!